всем привет вы на канале мусина street с вами я татьяна мусина я хочу поблагодарить всех моих подписчиков которые поддерживали меня которые ставили лайки писали комментарии и я поверьте очень рада общению и конечно я приветствую новых зрителей которые впервые на канале подписывайтесь на канал также пишите комментарии ставьте лайки я надеюсь вам будет со мной интересно в прошлом видео которое я снимала на космодроме space x boca chica меня очень восхитили птицы которые летели над космодромом кто не помнит посмотрите ребята вот как это не снять смотрите увидите вот они птицы над space x ой ну как это ребята снять и вы знаете как только я закончила репортаж меня охватила непреодолимое желание подняться над space x и посмотреть космодром с высоты птичьего полета как говорят главное желание всем жизни может исполниться главное очень захотеть я очень захотела и сегодня я приглашаю вас в полет над space x да друзья мои мы полетим и не во сне она его но прежде чем отправиться в полет я хотела бы рассказать о том месте где я сейчас нахожусь это офис pan american airways как вы знаете это одна из крупнейших авиакомпании америки которая была организована еще в 1927 году в свое время она считалась национальным перевозчиком на международных авиалиниях и ряд ошибок ну можно сказать роковых ошибок в руководстве компании привели ее к банкротству и компания закрылась 1991 году но сегодня мы находимся на том месте откуда начиналась эта компания да друзья мои это офис в городе браунсвилл штат техас компания была организована в 1927 году а наш аэропорт был организован был построен в двадцать девятом году именно в двадцать девятом году правительство сша почтовое отделение правительства заключила договор с pan american на поставку почты на доставку почты в мексику то есть здесь находится воздушные ворота америки в мексику здесь был организован тренировочный центр пилотов которые учились летать по приборам в чем здесь дело оказывается маршрут проходящий через мексиканский залив проходил не только над головами бандитов которые наводнили места бурения и добычи нефти в мексиканском заливе и пилоты летали совсем не высоко над их головами а дело в том что маршрут воздушный коридор проходил над горами сера мадры эти горы создавали постоянную влажность туманность что не позволяло пилотам безопасно вести свой самолет то есть они погибали и тогда возникла необходимость вот жизненная необходимость создать приборы навигации да друзья мои именно здесь были созданы первые навигационные приборы которые конечно же усовершенствовавшись распространились на все офисы пан-американ и вот наверняка и сейчас мы ими пользуемся вот такое историческое место а сейчас мы пойдем сам офис полетели так друзья мои вот первое что я хочу показать это вот эту карту пан-американ где мы видим что именно из браунсвилл были первые полеты в южную америку под браунсвилл через тампико и дальше полеты были организованы в майами на сау видите да на кубу и во всю южную америку обратите внимание какой вид имел самолет то есть у него были вот такие вот шасси эти позволяющие приземлиться на воду кстати вот хочу показать на втором постере как раз это видно вот смотрите пан-американ маршрут гавана ямайка мехико во всю южную америку вот он этот самолет смотрите как раз хорошо видно как самолет находится на воде и посадка пассажиров происходит с паром на кубы были полеты мехико вот пан-американ вот это легендарное здание где написано что фан-американ airways было построено в тридцать первом году то есть а я говорила про двадцать девятый год вот того здания двадцать девятом году уже не сохранилась а вот это считается как бы новое старое здание так и вот она табличка ребят смотрите вот про тридцать первый год что этот комплекс был организован да а вот то о чем я говорила что браунсвилл наш аэропорт был основан в двадцать девятом году так что вот такой исторический офис историческая часть заканчивается и наступает практическая часть да друзья мои мы идем летать полетели наш замечательный самолет готов вот кто хочет его посмотреть посмотрите какой красавчик похож на мышку такой белый мышь мы взлетаем земля прощай мы пролетаем на территории форта браунсвилл это водная артерия морской канал соединил город с акваторией мексиканского залива а вот и космодром на карте пилота территория космодрома отмечена красным квадратом как темпу из лайт рестрика территория временно ограничено от полетов поэтому к сожалению мы не можем подлететь ближе не с нашей стороны не с обратной потому как сразу за космодромом еще немного правее от нас уже территория мексики смотрите какая красота уникальность этого места создает прибрежные лагуны некоторые связаны с морем а некоторые пополняются дождями сверху видно что большая часть покрыта водой а земные участки выглядят небольшими островками вот на таком небольшом участке суши илон маски строят свой космодром вероятные причины почему он выбрал это место я высказывала в одном из предыдущих роликов посмотрите друзья мои ну я хотела показать вам космодром spacex boca-чика и в каком красивом месте он строится наслаждайтесь красотой а вот сейчас мы пролетаем наш удивительный остров south padre island но это совсем другая история о которой я также хочу рассказать вам своих следующих видео увидимся на мусина стрит всем пока а 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